Завокзальный мемориальный комплекс установлен к 40-летию Победы. В честь погибших бойцов на мемориале денно и ночно горит вечный огонь. Здесь десятки братских могил. Но некоторым сочинцам это не мешает выгуливать тут питомцев. С собаководами приходится вести борьбу. Там, где не помогает разъяснительная беседа, к нарушителям применяются правовые санкции. Рейдовые мероприятия у нас проводятся 2-3 раза в неделю. И утром, и вечером проводится разъяснительная беседа с гражданами. И разъясняется, что нельзя выгуливать домашних животных на мемориальном комплексе. Соответственно, на злостных нарушителях составляются административные протоколы, которые грозят штрафом от 1000 до 3000 рублей. Закон о собаках в России есть. Описан в нем и порядок выгула животных. Помимо нюансов с длиной ошейника, говорится в документе и о том, где именно можно гулять. С псом нельзя посещать места, где выгуливание в том числе запрещается региональными законодательными актами. Есть определенные правила, в том числе и правила благоустройства на территории города Сочи, в которых разъяснено, в каком порядке разрешается выгуливать домашние животные. В настоящее время, конечно, рассматриваются вопросы выделения мест для выгула домашних животных. Они находятся в стадии, как говорится, в стадии рассмотрения. Ну вот, как только это все будет выполнено, тогда, значит, люди могут свободно, как говорится, выгуливать своих домашних животных, но уже ответственность совершенно будет другая. Как только это место будет готово, соответственно, мы немножко ужесточим рамки. Скорее всего, альтернативой мемориалу станет соседний участок на Севастопольской. В скором времени там появится и соответствующий знак – место выгула собак. Пока же рейдовые мероприятия продолжат советь. Осквернение братских могил продуктами жизнедеятельности домашних животных в первую очередь оскорбление для ныне живущих ветеранов Великой Отечественной. Боль в сердце бывает. Храните дети. Я обращаюсь к молодым людям, к нашему поколению. Берегите память о войне. Берегите. Мемориал сделан. Это наша гордость, куда мы проводим мероприятия. И обращаем внимание всех наших участников, чтобы вы помнили, бывали, смотрели за могилами. Я вам желаю, дорогие мои соотечественники, бережно относитесь к объектам наших памяти. Бережно, уважительно относитесь к фронтовикам. Вот у нас было 600 человек в обществе состояло на учете, а сейчас осталось 70 человек живых людей. Ближайшее мероприятие на мемориалах воинской славы пройдет 9 октября, в день освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Инга Габеша, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.